Приветствую вас! Вы пишете о том, что вы 11 лет в браке, что у вас есть двое детей, дочери 9 лет и сыну 4 года. Детей очень люблю, но к супруге нет любви. Так, смотрите, во-первых, как давно у вас нет любви к супруге? Если любви к супруге нет, то зачем тогда вы делали детей? Ну, то есть, зачем тогда, зачем ребенка 1-го, 2-го и так далее? Для чего это любви нет? Знаете, что ребенок родился не в любви, а он как бы получает определенный отпечаток на себя. То есть, он чувствует, он чувствует, что его не так понимают, он чувствует, что его не так любят, он чувствует себя, ну, иначе совершенно, нежели чем ребенок, разденный в любви. То есть, вот о чем вы думали, когда делали детей? Либо первого, либо второго ребенка. Далее, зачем вы женились, если у вас в супруге нет любви? Опять же, чем руководствовались? Какие ценности стояли на первый, на переднем плане, когда вы женились на человеке, которого не любят? Далее, вы пишете, почти сразу начал искать ее на стороне, то есть, любовь. То есть, по сути, вы обрекаете свою женщину, свою жену на жизнь без любимого мужчины, сами вы любовь ищете и все происходит. Странно происходит. Пять лет назад я встретил девушку, с которой полюбили друг друга, но не знаю, что делать. Так, ну, смотрите, у вас получается, что вы движимы чувством долга, да, и движимы любовью к детям. Смотрите, если между родителями нет любви, они просто как проживающие вместе с соседями, как вы думаете, детям это вы лучшим будете? Лучшим будет детям? Я думаю, нет. Это вот атмосфера холодности, атмосфера бесчувственности, она в любом случае есть. И она в любом случае на детей влияет. Это в любом случае на детей влияет. Поэтому, то, что вы сейчас остаетесь со своей супругой, которую вы не любите, как бы, это детям вредит. Именно детям. То есть, вы с ними, да, это здорово. Но на них влияет не только вы. На них влияет и ваше отношение с женой, и счастье с женой. Она не может быть счастлива, если у нее нет любимого мужчины, который делал бы ее женщиной. И это плохой пример для девочки, плохой пример для мальчика. Что? Их родители живут без любви, без счастья. Понимаете? Далее. Разручатся родственные связи с детьми, если я уйду? Нет. Почему? Нет, не разручатся. Если будете часто с ними видеться, если будете с ними взаимодействовать активно, если будете проводить с ними время, если будете брать их с собой, там, ну, если девочка ваша не против, то почему разручатся? Нет, конечно. Ну да, детям будет неприятно, да, но если вы объясните, что дело не в них, а в вас с женой, то они, может быть, не здраво, но поймут. И общаться вы с ними будете. И очень много тому примеров. Не очень понятно, почему вы боитесь, почему вы не уверены в себе, и почему вы изначально выходили в брак, да, входили в брак без любви. То есть, ощущение, что у вас есть завышенное чувство долга и занедленное потребностное сверху. То есть, я лучше сделаю так, как нужно, а не так, как я хочу. Ну вот вы и делаете так, как нужно. И что получается? Вот сейчас страдаете все. Страдаете вы, страдает ваша жена, страдает ваша девушка, с которой вы любите, и которая вынудит наделить вас с женой вашей, да, которую вы не любите. И дети. Так бывает, когда человек делает то, что нужно только, а не то, что хочет. Поэтому этот момент, этот момент, момент того, что вы принижаете свои желания, упирается в вашу уверенность в себе, в самооценку, которую мы должны поднять и проработать. При желании. в конец. Вот. Но дети не должны быть ответственны за то, что вы как бы ущемляете себя ради них. Я думаю, что детям нельзя давать такой выбор. Детям нельзя давать такую ответственность, потому что это чересчур. А если они потом будут думать, что вот из-за нас папа не был счастлив с мамой. И как им будет жить с чувством вины. А они поймут, что вы не любите друг друга очень быстро. Если дочь уже не понимают. Что дети это чувствуют. может есть шанс полюбить жену. Андрей, вы знаете, вы точно любите эту девушку? Как вы можете любить эту девушку, которую вы встретили пять лет назад, говорить о шансе полюбить жену-зину? Ну как? Вот вы сами это противоречие как-то разъясните себе. Если вы любите одного человека, то как вы можете любить ину? Зачем вам любить ину? Для чего? Вказается ощущение, что вы боитесь разрушать семью, потому что вы в таком случае подвергнетесь например негативу со стороны других людей, либо потеряете стабильность. А потеряете стабильность вы боитесь. И вот как стоит выбор. Либо я теряю стабильность, но обретаю счастье с этой девушкой, либо я имею стабильность, но несчастно. Если выбор стоит так, то его сделают только вам. исходя из того, что для нас ценно. Но однажды выбор сделав, вам нельзя оглядываться назад. То есть нельзя сомневаться в своем выборе. Сделайте то, что вы хотите, поступите так, как вы хотите, и сделайте так, чтобы другим людям было от этого минимального ребят. Потому что если вы не будете счастливы, вы никого не сможете сделать счастливым, ни жену, ни детей. И по поводу полюбить жену. по желанию нельзя. Любовь либо есть, либо нет. Это первое. Второе. Если вы жену раньше любили, а потом перестали, то нужно понять в первую очередь причину, по которой вы перестали любить свою жену. То есть что она поменялась, что она изменилась, что она отдала другой, или как. А если вы изначально ее любили, не любили, или изначально вы ее не любили, то шансов на то, что вы полюбите ее сейчас, спустя 11 лет, практически нет. Тем более, что у вас есть уже другая девушка, которую вы любите. А вот. Просто о жене подумайте, просто не как о девушке, а как о человеке. Она с вами несчастливая, что она теряет, упускает свое счастье, раз это справедливо, по отношению к той, кто подарил вам двоих детей. И, собственно, последний вопрос, почему вам так страшно потерять родственные связи с детьми? отдалитесь немножко от них, все равно это ваши дети будут. Они все равно будут важны, они никуда не денутся. И все равно они всегда будут в вашей жизни. Почему вам так страшно? Это вы за них переживаете или за себя? Если за них, то почему, если за себя, то почему? Попробуйте об этом подумать, а если у нас будет помощь разобраться с этими вопросами, то пишите в личку, буду рад вам помочь. Если у вас остались дополнительные вопросы, тоже пишите в личку, буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. желаю вам всего самого доброго и удачи!